Доброе утро! Продолжает вещание. Я с большим удовольствием приветствую всех зрителей. Давайте узнаем о погоде на сегодня. В горах местами плюс 3, плюс 8 градусов. В Черкесске облачно. Дождь. Ночью небольшой, днем умеренный. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 11, плюс 13 градусов. Сегодня день донора. Один из важных социальных праздников отмечается ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года. Этот день посвящен в первую очередь самим донорам-людям, которые безвозмездно остают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей, а также врачам, которые проводят забор крови, контролируют состояние станции переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты. Поводом для праздника послужило очень гуманное событие. Молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провел переливание крови роженицы с акушерским кровотечением. Жизнь женщин была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа-пациентки. В Корчаево-Черкесии многие традиционно сдают кровь, оставаясь неравнодушными к здоровью сограждан. Хотелось бы подчеркнуть, что сейчас идет месяц Рамадан, и несмотря на то, что многие постятся, все равно пришли принять участие в акции. Это очень важно. Почему? Потому что во время акции мы пополняем наш донорский банк. Очень часто в коридоре нашего учреждения я вижу сотрудников МВД по форме только определить, которые в индивидуальном порядке приходят и задают кровь. И вот сегодня также принимают участие в акции. Являюсь довольно продолжительное время, остаюсь здесь взять кровь. Считаю, что это гражданский долг каждого. Являюсь носителем четвертой положительной крови, довольно востребованная кровь в наше последнее время. Поэтому стараюсь никогда не отказывать по возможности приезжать сюда довольно часто. В Северо-Кавказском филиале Государственного музея искусств народа Востока в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия в Майкопе открылась выставка «Войлок традиций и современность» семейного тандема художников Амины и Марины Узденовых. И сегодня в эти минуты в нашей студии Амин Узденов, кстати, он является членом экспертной комиссии по народным художественным промыслам Ставропольского края, расскажет моей соведущей Белла Джазаева о том, какие и сколько работ было представлено на экспозиции, какие виды киизов были выставлены и как придумывается дизайн этих моделей. Доброе утро всем! Доброе утро, Амин! Доброе утро! Благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости, тем более вы приехали из другого города. Повод для нашей встречи, он, конечно, весомый. В Майкопе прошла ваша персональная выставка, вернее, выставка ваша семейная, вас, ваша и вашей супруги. Значит, выставляли вы войлок. Почему именно в Майкопе? Почему именно в этом музее? В Майкопе есть единственный в России филиал Северо-Кавказский музей Востока, его центр в Москве, и в России единственный филиал в Майкопе. И по нашим народным промыслам, это, ну, скажем так, одна из самых высших выставочных залов, где можно было бы выставиться после Москвы на втором месте. В общем, это очень престижно. Это очень престижно. Туда мы попали супругой по рекомендации Союза художников России. То есть очередь туда на три года. Очередь нам вот так повезло. Почему вы сегодня без Марины приехали? Не захотела? Нет, детей надо было оставить кому-то. Понятно. Ну, я хочу у вас спросить. Вот вы много лет работаете в тандеме, да? Да. У вас творческие споры бывают? Как вообще все это происходит? Кто придумывает идею? Кто главный? Я имею в виду в творческих вопросах. Знаете, это... У вас, наверное, часто про это спрашивают. Ну, первый раз. Первый раз. Ну, вопрос очень хороший. Знаете, как мои коллеги старшие, которые мои художники, коллеги, они никогда, этот... Всегда, когда что-то... Я им показывал свои работы, они всегда делали так, чтобы я сам догадался о своих ошибках. Да. Если, ну, у нас вот один ковер был, есть один ковер, который мы только рисунки целый год делали. Она говорит, может, вот так, ну, давай так. Так, а может, вот так, и утром, может, вот так, вот так. А может, вот так, вот так. То есть, знаете, это... Она идейный вдохновитель? Да. Она придумывает идею? Не, мы и она, и я. Знаете, как... Утром одно, да, там, обрамление самого ковра надо было придумать, чтобы сочеталось с серединой. И не знали, как... Целый год только рисовали. Она говорит, так, давай так, давай так. И, знаете, как-то вот приходится к общему знаменателю. Совместными усилиями. Да, совместными усилиями. Возвращаясь к выставке, я знаю, что вы представили более 40 видов, да, работ своих. Более 40 предметов. Но вы представили только киизы из войлока и все? Там есть войлочные ковры, шарфы есть, жилеты есть. Все из войлока. Все из войлока, да. И шапки. Вот насколько востребован сегодня войлок? Ну, где-то он, скажем, на пользовательском уровне. Где-то сидушечки, шапочки для бани недорогие. А дальше, ну, еще, я думаю, все впереди. Люди, думаю, сегодня уже многие кафе, рестораны в национальном стиле уже украшают войлоком. Ну, ищут, естественно, более такой бюджетный. Не который мы там год делали, и там в конце там еще... Но тем более это натуральный материал. Да, 100% натуральный материал, потому что синтетика не будет работать с шерстью. Только 100% материал. Изначально вот войлоком вы как увлеклись? Потому что я знаю, что вы в других техниках много работали, много лет. Да, у нас есть производство фарфора. Это мы, скажем, художников, это называется хлеб. С братьями. То есть фарфор еще существует? Вы работаете? Гипс, фарфор, да? Да, да, да. Мы с братьями это ведем, это производство. А, как художники говорят, творчество – это киезы. В 2003 году на выставку с фарфором, где мы, народные промыслы, в Ставрополе, приехал оценивать всех наших работ. Большой человек, Жюльев, ну его уже нету, это секретарь Союза художников в России был. Всем была интересна его оценка. Все ждали с большим ожиданием, кому он что скажет, как скажет. Ну, максимум 2-3 секунды. Участников было много со всего Северного Касказа. Ну, пару секунд над каждым участником стоял. И тут он остановился напротив дипломных работ с Карачаево-Черкесского университета. И начал минут 10 рассказывать, вот это народное промыслы, вот это народное искусство, вот это надо возрождать. Именно про войлок. Именно про войлок. Это войлочная работа университета. И мне мои друзья говорят, Амин, видишь, а ты фарфор делаешь, ну это твой хлеб, а вот это пропадает, если ты, дальше дипломных работах это не идет, если не ты, кто, говорит, это ты можешь. Ну, я домой пришел, отцу рассказал, отец говорит, о, я видел, у него память феноменальная была. Говорит, я видел, как делали, вот так, так, так. У мамы шерсть была, это, на преданной дочке. Бери сколько хочешь. Ну, и самый маленький такой, небольшой коврик. На столе закатал, спина поболела, несмотря, что я, это, тоже не слабая спина. Ну, постирал, и этот, лег на нее, лег на нее. А утром, как будто и нету, ну, другой, обратной стороной. Лечебные свойства очень большие у войлока, да, есть. А существуют какие-то виды войлока? У нас, у карачацев, у балкарцев есть три вида технологии изготовления войлока. Самый один из распространенных, это аллакиус. Он, у него рисунки более такие скромные, черные, белые, серые, из кубики, такие квадратики. Его, в основном, стелили на пол. Ну, и последний путь покойника, более скромных видах ковра отправляли. Второй вид, это бичельгеньки из выкраины войлок. Делались два ковра, красный, допустим, черный. Из них узоры вшивались. Узоры были такие, ну, цветочные, где-то были животные. Имитация живая. Сшивались друг к другу. И получалось тоже безотходное вот такое производство, скажем, да. Его вывешивали в свадебных комнатах, в таких торжественных комнатах. На стену вывешивали, бичельгеньки из. Ну, и еще самое интересное, которое, ну, вот, Кузнецова, народное художественное промысло, она там пишет, говорит, это войлок не был ни у кого других. Это джигычки из ковер-занавес. В сакле, в карачаевской, балкарской сакле, было, значит, бревно, значит, от метра от стены. И на этой бревне ковра был размером метр с половиной на семь метров. На всю длину стены этот ковер висел. Что было в нем интересного, который очень... Уникальность в чем? Уникальность в чем, чтобы в круговую была тесма, которая очень сложная и которая уже забыта. Это тоже из войлока? Тесма была соткана из нитки, а по низу была бахрома. И на ней аппликации были нашиты узоры. И самое интересное, у узоры, если там в других коврах что-то симметрично более, не более, а симметрично все, здесь рисунки разные. Разные и симметрия тоже есть, но рисунки все разные. Нету ни одного рисуночка похожего. Все они разные. И оно, значит, у хозяйки за этим ковром на стене были посуда. И оно как бы дверьми служило, этого посудного шкафа, скажем так. Или же одежда была. Между этой ковром и стеной еще одна балка была. И перекидли, вот так закидывали туда парадную одежду. И вот там это, оно закрывало его. Служило дверью. Служило дверью. Мы вот в прошлом, правда, в прошлом году с супругой, значит, я и звонил, можно сказать, и в Грузию звонил, еле общался. Искали этот ковер старинный. И, возможно, искали этот, возможно, подумали в Санкт-Петербурге. Ну, туда не дошло дело. Нету его, вообще нету этого ковра целого, который внизу с бахромой, сохранившийся. И мы, значит, в Кабардино-Балкарии нашли ковер и сфотографировали ее. Пахрома уже сгнила, упала. Нету, остатки остались. Иголками через, ну, скажем, как лупой увеличивали телефон и высчитали, в общем, и восстановили этот ковер. Народное достояние, корочаевцев, балкарцев в течение двух-трех лет долго искали. И в Кабардино-Балкарии, и тут, и там, со всеми общались. Вот единственный ковер сейчас в данный момент есть. Вы сделали его? Мы его сделали, восстановили. Он, правда, небольшой, где-то метр на метр с чем-то. Ну, полностью, как в старину восстановили, и бахрому, и тесну, все полностью восстановили. И он сейчас в Майкопе на выставке. Да, это действительно шедевр. Я так поняла, что войлоку вы сами учились. Просто вот самоучка. И с каждым годом все получалось лучше и лучше и лучше. А вот сам рисунок, саму идею, как вы придумываете? Откуда вы берете образы? Есть, во-первых, это, ну, мы ездим к Кабардино-Балкарию, короче, там везде со всеми мастерами есть, которые уже что-то помнят, как-то что-то общаемся. Сами рисунки, значит, есть книжки, есть старинные книжки. И эти книжки, ну, как бы первое время особенно были, служили как букварем. То есть брал какой-нибудь узор и на тетради, как линеечку, как в первом классе набивал руку. Когда один узор, второй, третий, четвертый, пятый, ну, и есть, скажем, как в компьютере узоры, так, остается только их соединить друг с другом. И чтобы они сочетались, чтобы они не давили друг друга, чтобы они были, ну, скажем, как ковер, это как семя. Чтобы оно смотрелось, чтобы дружно такое. И вот уже, ну, это уже идет от Всевышнего. Оно, рука уже, когда есть узоры, один, второй, третий, штук 50 их есть, уже оно начинает, рука уже начинает двигаться. Сотканно все получается. Как, это, конечно, фантазию такую хорошую надо иметь, и вообще сам материал же, он тоже не из легких, шерсть, бойлок. Это же и физическая сила нужна. Да, все, все, все работы, все работы, в основном все работы, предварительно рисунок сделан. То есть рисунок очень долго. Вот всегда спрашивает, пытаясь понять, сколько я трачу на один ковер. Ну, нет такого, это, ну, художника тоже спроси. Это сколько... Индивидуально каждая работа. Да, бывает месяц, два, три, четыре. А бывает год? Бывает год, вот как этот... Самое в том, что то, что вырезанные рисунки, вот это рисунками делаем, это обязательно. А есть работы, которые, ну, сделаны как живописи. У нас 50 видов цветов, и точно так же, как и художник, мы их накладываем друг на друга, друг на друга, поливаем горячей водой и катаем. Если один из этих узоров не туда пошел, хорошо, если это что-то такое, допустим, летний лук у нас хотел я делать, и получился в конце павлин. Абстракция. Абстракция получилась. Если так, хорошо. А если ты что-то хотел более... Четкое. Четкие рисунки, оно заплыло как-то не туда, то уже не исправишь. То есть, если живописи можно снять с мастихином, добавить еще один мазок и доделать дальше, по крайней мере, масляными красками. А тут уже, вот как есть, так и есть. Не изменишь. Амин. У Вала я собирался его выбросить. Мои художники говорят, ты что, шедевр это, не трогай, докатывай дальше и оставляй его. Вот жаль, что наши зрители не смогут, не могут это увидеть, но я очень надеюсь, что у вас в Черкесске будет выставка. Обязательно. И тогда наши зрители смогут посмотреть ваши чудесные ковры. Я благодарю вас за участие в нашей программе и желаю вам дальнейших успехов. Спасибо вам. Большое спасибо. И вам спасибо большое. В Институте повышения квалификации работников образования состоялся финал республиканского конкурса «Воспитатель года России-2022». Как проведены итоги и какие способности демонстрировали конкурсанты в заключительном этапе? Подробнее в репортаже Корчи Биджеева. Выбрать профессию по сердцу и душе – одна из немаловажных работ, которая открывает возможности безграничного общения как с детьми, так и со взрослыми. Врач-логопед по совместительству педагог Татьяна Якупова считает, что эта профессия позволяет ей быть не только воспитателем, врачом, психологом, но и артистом, и музыкантом. 11 лет работая учителем-логопедом в детском саду Татьяна получила колоссальный опыт, решив участвовать в конкурсе «Воспитатель года России-2022» и продемонстрировать свои умения и поделиться ими с коллегами. Здесь я покажу всю работу, которую я проводила с моими воспитанниками. Я надеюсь, что она будет настолько разнообразной и интересной, что вдохновит других педагогов для каких-то достижений. И таких золотых педагогов немало. Все они не просто участвуют в конкурсе, а делятся своим профессиональным опытом с другими. Сейчас время такое, очень много гаджетов, и я думаю, что тяжело ребенка стимулировать, чтобы он именно захотел читать, захотел рассказать, пересказывать. И именно с помощью театрализованной деятельности, видя свои результаты, я думаю, что это может пригодиться и другим участникам. С удовольствием поделюсь своим опытом работы. В рамках регионального этапа 12 участников прошли заключительное конкурсное испытание и выступили на тему «Моя педагогическая концепция». Воспитатели продемонстрировали способность к осмыслению, изучению, обобщению и распространению профессионального опыта. Данный конкурс проводится в целях повышения престижа педагогической профессии. На протяжении 11 лет мы это видим, что прекрасные специалисты работают в системе дошкольного образования. Это специалисты, которые несут определенную ответственность, поскольку родители доверяют им самое дорогое – это своих детей. По итогам проведения конкурсных испытаний первое место получила Татьяна Якупова, второе – Марина Шибзухова, третье – Анжела Карабашева. Победитель регионального этапа представит Карачаево-Черкесию в заключительном этапе всероссийского конкурса, который пройдет в городе Ярославле. Карчабиджиев, Ислам Урумов. Вести Карачаева-Черкесия. Я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. А в 14.30 смотрите «Вести» вместе с Аллой Динаевой. Хорошего дня и до завтра на канале «Россия-1».